Доброе утро! Всем привет, мои дорогие! Я сегодня отдыхаю. Я уже встала. Время 9 часов. И я собираюсь на ногтями. Потому что с ногтями у меня все печально. Короче, с ногтями все печально. Я иду переделывать ногти. Когда я пошла делать, я вам не показала, это были вот такие вот. Сейчас хочется чего-то темного. Девочки, какого-то темных ногтей, я не знаю почему. Возможно, меня опять, как всегда, переклинит в самый последний момент. Потому что когда приходишь выбирать цвет, глаза распыкаются. Но вообще охота чем-то темная. Потому что на улице очень... Как это сказать? Не то что пасмурно. Нет, там солнышко на улице. Ну да, это там холодно. Вот это вот тогда осенняя пора, да, вот это вот тускло, да, это в зале охота чего-то темного. А там уже новогодний этот. Ду-ду-ду-ду. Потому что от яркого уже устала. Летом было столько яркого. Сейчас я буду что-то темного. Так что пишите в комментариях какой это будет цвет пока что. А потом я вам покажу. В общем-то, что я хотела вам еще рассказать. Я, кстати, в новом цветочке. Я собрала картину. Собрала своего долгожданного тигра. И он получился вообще бомбически офигенно. Вот она моя картина. Полностью вся из алмазов. Размер 3. Подождите, 40 на 50. У меня тут такая красота уже более новогодняя. Фонарики. Покупал офикс прайси, кстати. И вот это тоже покупал офикс прайси. Кстати, знаете какой будет это год? Это будет год кролика и кота. И будет мой год. Поэтому тигр тут вообще не в тему. Но я его, знаете, поставила. Хоть год этот заканчивается. Но я безумно захотела собрать эту картину. Он мне так понравился. Блин, получилось просто шикарно. Вот смотри я. Все абсолютно сделано из алмазиков. Это, конечно, очень-очень-очень я устал. У меня, наверное, все глаза. Они такие прям голубые, голубые, лазурные. Абсолютно-абсолютно безумно-безумно красивая картина. Я вот честно, когда я собирала, я просто наслаждалась вообще картиной. Каждый вот кусочек проделанный в ней меня просто вдохновлял. Это настолько успокаивает. Это так классно. Ты просто вот отвлекаешься от всех дел. Вот когда, я не знаю, ну, не с каждым, да, человеком. Но оно настолько успокаивает. Ты погружаешься в свои мысли. Ты можешь подумать. И когда ты вот собираешь, я часами могла над ней сидеть. Просто часами. Я вот ее собирала и... Да, у меня уставала спина. Да, там я немного уставала сидеть. Часов пять в день я проводила над этой картиной. И я уже заказала новую картину. Покажу вам ее тоже. И она чуть поменьше, но тоже очень мне понравилась. Я просто влюбилась в эти картины. Мне нравится именно сидеть, тыкать вот эти вот стразеньки. И знаете, у меня еще есть картина с красками по номерам. И она у меня лежит уже с февраля месяца этого года. Я тут просто не могу до нее дойти. Я посмотрю на нее, отложу. Если вот алмазную, я сразу начала собирать. И это настолько затянуло у меня. Возможно, тут тоже затянет. Просто надо начать. Но пока что вот мне нравится именно вот эта вот картина. Сдалека я вот сейчас стою, смотрю на нее. Сдалека это просто вообще такая красота. Еще раз ее покажу. Тут она у меня стоит на комоде. Блин, ну это просто вот безумная красивая картина. Кстати, заказала я еще новый стилус с фонариком, с подсветкой. Но еще я его не пробовала. Вот как попробую на новой картине. А вот это самая новая картина. Это такой милый котик. Эти вот цветочки это просто вообще... Она, конечно, меньше. Видите, она намного меньше. Тут размер... Сейчас я покажу. Размер у нее... Вот. 30 на 40. И вот такая вот картина должна получиться. Вот такой вот котик. Кстати, думала, что тигр не передаст вот эту вот картинку, да. Но все передало офигенно. Но у меня была другая фирма. Был эмблем. Заказывала на Балверис. Кстати, кому интересно, ссылочки на картины могу оставить. Вот эту взяла попробовать Артемания. Тоже все офигенно. В наборе есть абсолютно все. Стразики все на месте. Стилус на месте. Клей. То есть лоточек. Пинцет. То есть все-все-все положили. Еще и подарочек положили. Вот. Попробую как будто при выкладке вести себя эта картина. В той картине были небольшие, ну, поврежденные стразинки. То есть... А вот эту я не знаю. И, кстати, в той картине в тигре у меня было 28 цветов. То в котике у меня 43 цвета. Блин! И они все разбросаны по картине. Вот сразу, да, отличаются. Вообще, кстати, хотела показать сейчас, сколько у меня осталось остатков от тигра. Хочу сказать, довольно-таки много осталось остатков. То есть каждый-каждый пакетик остался. Ну, это на всякий случай, если что-то отпадет, но каждый цвет остался. Вот представляете, если у меня осталось столько от тигра, сколько у меня останется от кота. Там вообще больше цветов. Я, получается, переложила все везде в пакетики. А до этого стразики у меня хранились. Сейчас я покажу вам. Рукой я достану. А до этого я храню их вот тут. Кстати, сегодня я заберу еще одну такую. Очень удобная, ребят. Кто собирает картину и не знает, где хранить стразы в зип-пакете или в контейнере, однозначно в контейнере. Это, я уже рассказывала про это, это так удобно. Каждая стразинка на своем месте. Тут можно, конечно, наклейки наклеить, но я наскорую руку отформила все этим. Просто я уже разложила сюда стразы новой картины. Половину, конечно, я не разложила, потому что мне не хватило. Если это у меня было 28 цветов, и они у меня все поместились в одну ячейку, но со второй картины, соответственно, у меня просто половина не поместилась. Вот оно где. Вот 28 поместились, и вот это вот все еще надо разместить. Я заказала еще одну такую, и сегодня я ее уже заберу и размещу туда остальные стразики. Потому что в зип-пакете все равно неудобно хранить. Потому что она может просыпаться и так далее. В общем, я заберу, и вместе с вами мы попересыпаем сегодня стразики. Даже вот стразики пересыпать у меня это очень безумно сильно затягивает. Сегодня я оделась вот так вот. Хоть на улице и солнышко, да? Вот оно, на лучике. Но очень-очень холодно, ребята, у нас очень холодно. Я сейчас не буду мать сколько он градусов. Градусов, наверное, 5-10. И очень-очень холодно. Я даже не знаю какую-то надевать джинсы. Надела новый свитерочек. Ой, какой он теплый. У меня есть такой же еще, такого бирюзового света очень красивый. Но вот тут я просто в него влюбилась. В общем, я буду собираться. Запомните мои наклоточки такими. Такими-такими. Вот они, кстати, я хотела показать, вот они. Супая месяц, я хожу уже. Вот. И что-то будет другое. Если еще не уйду, то еще включусь. Но вообще сейчас уже через полчасика побегу. Так что, до встречи. С новыми накоточками. В общем, я уже пришла в студию к сестре. И сейчас мы будем делать распаковку новой лампы. Это кольцевая лампа для бровей. Она делается белый цвет, холодный цвет и цветная. На штативе она. Что это? А, это пульс-подарок. Пульс-подарок. Угу. Пульс-подарок. Вот, как и сейчас мы до него даем. Может, тебе ножницы? Нет. Крепление. это что это все укрепление все крепление это очень интересно самое интересное единственная она без блока то есть нужно было чёк ну любой там дома найдете я думаю у каждого есть булочок этот высота у нее короче она делается вообще высоко так мы разобрали с лампы мы ее собрали высотой она делается наверх где-то 2 метра это не вся высота она делается еще выше сейчас покажем как она переключается даже обычный белый зеленая синий желтый и вот так красиво делается вау короче тут очень много светов а сюда вставляются телефоны и фоткаешься короче пятерочки были взяли вот такое кофе в принципе вкусная капучино стоит 89 рублей что купила покажу дома а сейчас я иду к сестре покажу вам котиков короче мы будем пить кофе взяли булочку с и клубникой я взяла хочу поле сыром и ветчиной а Кристина взяла с откидским сыром короче приятного аппетита всем кто кушает вместе с нами а Мила куда-то убежала сейчас мы ее тоже снимем Крюшенька ну что ты милая а вода милаха милаха ты какая красивая скажи какая красивая сейчас мы Ксюшу притащим сюда ну я даже любовь я даже любовь нет не любовь что ли она облизывает и начинает пока ее обнимает Ксюшенька какие у тебя красивые глаза все короче ну короче так Ксюша что-то вообще-то Ксюшенька что с тобой девочка моя иду домой так тепло так классно когда на деревьях еще не опали листочки но уже вода вот опадает вообще классно солнышко светит хорошо смотрите как красиво люблю а именно осень когда вот только опадают листочки а когда они опали так уже становится скучно не прикольно а тут золотая осень все падает обожаю вот это время года короче иду домой уже почти подошла к дому вспомнила что я не зашла в Валберис мне аж надо забрать вот эту вот штучку в контейне сейчас и заберем вместе забрала эту штучку но уже покажу дома потому что блин целые пакеты вон она ее видно очень тяжело что домой приду уже покажу очень жарко на улице блин я вот в этой вот куртке в этой куртке уже спарилась у меня шапку сняла и жарковато конечно все бегу домой надо готовить кушать на башке оттенки что давайте быстренько покажу что купила буду готовить куриный суп на суп купила вот такие вот такой вермишель нравится вот такой со звездочками также на суп филе пойдет филе беру именно такой фирмы или еще есть вот другая фирма брала в пятерке в принципе будет хорошая и буду готовить жульен получается у меня пойдет часть тут на суп филе часть на жульен для жульена взяла еще шампиньоны беру 250 грамм вообще с головой хватает на жульен также нужны сливки вот эти кстати сливки не пробовала но в принципе думаю подойдут самое главное что были 10 процентов и 200 грамм вот на мое блюдо нужно 200 грамм то есть 250 грамм шампиньонов 200 грамм сливок и филе тут 3 штучки 1 штучка пойдет на суп и 2 штучки на само блюдо взяла вот такие вот какие-то батончики я люблю всякое такое но такие еще не пробовала были по акции попробую написано что с бананом не содержит красителей и консервантов короче какие то протеиновые 20 процентов протеин не знаю попробуем две штучки я люблю что-нибудь такое прикольное взяла макароны просто что были дома но сегодня буду варить рис потому что вот это вот блюдо люблю именно с рисом оно вообще замечательно подходит ну и соответственно забрала я контейнер одной рукой не знаю открою не открою блин вот реально классный контейнер заказываю уже второй там одну штучку поломала получилось вот он точно такой же абсолютно классный безумно классный стоил кстати заказывала на вал уберить могу оставить ссылочку кому надо стоил сто восемьдесят восемь рублей тот если первый я заказывала 225 то это я уже попала сто восемьдесят восемь ну классно он подойдет ну не только для алмазной розайки он подойдет вообще для всего для там для пуговичек может быть да там для бисера очень хорошо подает для таблеток кстати хорошо подойдет да если вот тут вот написать допустим утро там день вечер да там по времени все то есть как таблетница тоже очень хорошо подойдет для каких-то вот маленьких штучек это просто блин вообще спасение в общем я начинаю готовить потом по коже включусь вам еще показать мама у меня сделала вот такие розы вообще очень вкусные но это съедобные очень классные честно не помню из чего она их делала надо спросить но из крема по-моему но они вообще такие вкусные спрашиваю спрашиваю потом скажу из чего они очень красивые то есть она сама делала в общем я готовлю уже приготовила на жульен филе нарезала грибы и лук а тут у меня варится куриная грудка вот сейчас уже ее буду доставать резать и закину картошку кстати как вы режете картошку я не знаю я вот привыкла картошку резать кубиками вот не знаю почему так кто-то режет полосочками вот допустим мама меня резать любит полосочками я не могу почему-то полосочками мне не нравится эта форма мне вот нравится именно кубиком напишите в комментариях как вы любите резать вот так что продолжаем готовить как я готовлю фуриен хотела вам рассказать сначала нарезаем куриное филе кусочками обжариваем ждем пока вытопится вода и добавляю лук сейчас когда лук начнет залатиться знаете так чуть-чуть станет прожариваться вот уже курочка тоже начинает поджариваться и потом мы добавляем шампиньоны шампиньоны тоже когда водичка вытопится добавляем сливки ну я покажу тем временем у меня уже супчик добавила картошечку разделала мяско и картошечку сейчас варить и добавлю вот такие макарошки не знаю почему-то он нравится именно мне с пачек говорю конечно и такое но больше почему-то нравится с пачек мне оно там и вкусное совсем другое тут же где тут вот видите тут то есть и зелень уже туда есть и вот состав почитайте и морковка и чеснок тут уже и овощи сушеные то есть тут очень очень много всего не знаю мне нравится кому-то конечно не нравится но мне нравится и мне все нравится такой супчик все я пока что продолжаю готовить параллельно слушаю музыку шампиньоны и заряжаю телефон а то на сегодня не могу зарядить телефон только на зарядку кто-нибудь дозвонит вот я выскала шампиньоны смотрите сколько получилось но это все ужарится то есть я сейчас начинаю это обмешивать потихоньку и оно ужарится очень сильно ужариваются шампиньоны они сейчас дадут водичку и и от этого всего останется вообще одна третья часть вот про что я и говорила от вот этой всей кучи осталось совсем немного грибов ужариваются так вот сейчас водичка вон выкипит ждем пока выкипит водичка вот это вот и добавляем сливки сливки немного томим со сливками буквально минута две потому что если будет больше они просто загустеют и будет не вкусно я люблю когда оно прям сливочное сливочное а не густое что-то один раз я довела до густоты очень сильно и получилось не очень буквально минута две сливки и все оно прям даже ну минута две покипят и все так суп уже закинула макарошки долила водички и готовим так ну водичка у меня в принципе вытопилось буквально тут чуть-чуть осталось и сейчас будем добавлять сливки супчик там кипит параллельно попробуем кстати эти сливки такие сливки я не пробовала тогда я брала домик деревни синенькие 200 грамм кто знает такие вообще у меня всегда блин разные сливки я по-разному беру так ну все водичка в принципе вытопилась так добавляем сливки у меня уже отрезала и оно такое становится сливочное сразу очень очень классно абсолютно меняется и вид это блюдо и вкус соответственно на этом этапе начинаем добавлять соль перец какую-нибудь специю по вкусу я добавила сушеный чеснок мне очень нравится очень сочетается вот буквально сейчас закипит и минутка вот 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 прям параллельно мешаем значит наверное еще добавлю тушеного чеснока на этом этапе немножечко и прям потомлю чуть-чуть так потому что я люблю вот когда оно жиденькое потому что когда вы отключите оно само чуть-чуть загустеет то есть если вы доведете прям до густоты да оно там вообще будет а оно еще загустевает то есть грибы в себя забирают сливки и буквально вот чуть-чуть чтоб чуть-чуть так знаете покипели даже не то что покипели а чтобы вот начали закипать у меня там суп вовсю кипит я щас как раз параллельно выключу все и супчик и жульен вермишель положил где она тут сварилась что-то оно не закипает оно такое сливочное становится прям вот это блюдо кстати я люблю с рисом и с макаронами очень классно получается ну с рисом мне нравится больше чем с макаронами вот это вот подливку да вот это вот сливки вот эти вот поливаешь это прям бомба вот хотела сегодня начать делать картины но наверное я не начну делать картины наверное скорее всего поеду до сестры в гости хочу съездить вот видите оно уже начало чуть-чуть кипеть и буквально вот сейчас уже можно будет выключать все грибочки я отключила супчик тоже уже выключила накрываем крышечкой и даем настояться минут 10 и можно кушать я уже собрана опять куда-то иду ну в общем я поехала в гости до сестры с ночи и завтра приеду дом приготовила убралась так что вызываю такси и еду одела футболку под них потому что в кофте немного жарковато а их надо шапку надеть надену шапку и вызываю такси еду это котик мальчик у сестры зовут пушок такой же котик как и у другой сестры только у другой сестры девочка это мальчик да да кишуля 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 что-то камер это блёдное вот так лучше ты что снимаешь видео да можно с тобой скажи всем привет всем привет мальчик ух мальчик мальчик кладем поэтому он обрезает вообще он очень вкусный, ну что-то он сейчас на камеру выделывается и показывает что он такой хороший, а так он вообще очень вредный кот ага, вредный, облизывают, все лишь на него нашло, в колокольчик потом надо помыть высоко-то в общем на вот этой вот позитивной ноте мы с вами на сегодня попрощаемся всем пока-пока завтра я наверное начну делать картину и если что вот-вот-вот видите начал кусаться если что покажу ну а на сегодня мы вам говорим всем пока-пока всем пока-пока всем пока-пока 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 Продолжение следует...